Письмо с двумя вопросами Письмо с двумя вопросами Мы это просто не замечаем, но когда человек приходит в храм, это начинает проявляться. Допустим, человек долгое время не посещал церковь, и вдруг, заходя в храм, он обнаруживает, что он не может стоять в храме, он не может выставить богослужение. У него сразу начинаются проблемы с усталостью, проблемы со здоровьем, начинается кружиться голова, сразу тянет выйти из храма. Многие ссылаются на то, что якобы в храме горят свечи, пахнет ладаном. Но бывает, что такое происходит с людьми, которые заходят в храм и в небогослужебное время, когда и свечей, в общем-то, не горит, и ладаном никто не кадил. И происходит это неудивительно, потому что мы очень далеко отошли от Бога, и наша безбожная жизнь, она провоцирует то, что мы становимся одержимыми. Наша воля начинает управлять дьявол, потому что все те решения, которые мы принимаем в своей жизни, они в основном противоречат заповедям Божьим. Мы руководствуемся не законом Божьим, не тем, что говорит Евангелие, то, что говорит нам Христос повелевает, а мы руководствуемся своими страстями, тем, что влагает нашу душу именно бес, лукавый, но не Бог, не ангел-хранитель, который от нас в этот момент отходит. Вот это самая настоящая проблема одержимости всего мира – экзорцизм. Экзорцизм – это понятие не совсем православное, и как таковое православные никогда экзорцизмом не занимались. Есть случаи из истории церкви, когда бесы исходили из человека, когда святой находился еще за три дня пути от того места, где этот больной находился. Вот такие явные проявления одержимости, когда человек кричит, лает, хрюкает, они очень редки, но, к сожалению, и в наше время они встречаются. Встречаются и в монастырях, когда люди приезжают, приложаются к мощам, бес начинает себя проявлять вот таким явным образом. Встречаются у нас в храме тоже были такие случаи, когда человек, заходя в храм, в стае на богослужение, начинал кричать, орать или производить вот такие непонятные звуки. Но чем изгоняли бесов? Изгоняли молитвой. Не каким-то определенным чином, как вот сейчас говорят, съездить на очитку. Очитка – это вообще чин католический, пришедший к нам в западной церкви. В России, в русской церкви, в русской православной церкви, этого никогда не использовалось. Этого не было. Это пришло вот именно оттуда, с запада. Преподобный Серафим Саровский не занимался никакой очиткой. Да и вряд ли мы из святых найдем человека, который занимался подобными делами, подобными вещами. Как же исходили бесы? Они боялись той святости, которая жила в этом человеке. А сейчас человек или священник, который не имеет никакой святости, не имеет строгости жизни, и занимается этим чином, он рискует сам стать одержимым. Потому что дьявол, видя, что этот человек не способен противостоять его силе, его нападкам, а возлагает на себя непосильное, он, бывает, что и сам входит в этого «духовника», в кавычках, который берет на себе неподвластное. В Священописании мы знаем пример, когда в Деяниях, в 19 главе, описывается случай, где сыновья одного первосвященника, Скевы, слыша о том, что апостол Павел изгоняет бесов силою имени Иисусова, они решают тоже применить вот это имя, и этим именем, именем Христа, повелеть бесу оставить человека. Приходят к этому человеку бесноватому одержимому и говорят ему, что вот мы повелеваем тебе нечистый дух, силу именем Иисуса, которого проповедует Павел, покинуть этого человека. Ну, а бесу из этого человек им отвечает. «Христа я знаю, и Павел мне известен, а вот кто вы такие?» И человек, одержимым этим нечистым духом, одержал над этими людьми, взял над ними такую силу, что они нагими и избитыми убежали из его дома. Вот поэтому, прежде чем говорить об изгнании бесов, мы должны сначала проверить себя, а какова наша вера. Действительно, в нашем сердце живет Христос. Действительно, мы последователи Христа. Иначе может получиться, как с вот этими учениками. Христос в земной своей жизни неоднократно освобождает бесноватых от вот этого мучительного рабства, мучительного ига, от власти этих демонов, которым они были одержимы. Но в 12 главе апостола Матфея, в Евангелии от Матфея, сказано, что когда дух нечистый выйдет из человека, то ходит он по безводным местам, не находя себе покоя. И вдруг решает через какое-то время возвратиться к этому человеку. И находит горницу чистую и убранную. И тогда, видя, что она никем не занята, он идет и берет с собой семь злейших бесов, злейших себя, и приходит, вселяется в того человека. И бывает для него последнее хуже первого. О чем это говорит Христос? О том, что человек, если он обращается к какому-то целителю, сейчас очень модно стало, особенно в наше время, обращаться к целителям, не в церковь идти, не своим трудом достигать того, чтобы бес покинул нас, чтобы мы вышли под его властью, а обращаться на отчитки, обращаться к целителям, к экстрасенсам. И вот происходит с этим человеком именно это. Бес-то из него выходит на короткое время. Но потом человек к Богу не обращается. Не происходит вот это изменение его жизни. И получается, что бес возвращается к нему, взяв с собой еще семь злейших себя. И бывает для человека этого последнего хуже первого. Какие же орудия Господь указывает нам для того, чтобы мы победили этого нечистого духа. Когда он спускается после преображения с Фаворской горы, то его у подножия горы встречает собрание людей. И вот один из этих людей, отец, привел своего отрока с просьбой изгнать из него беса. И Господь этого беса изгоняет. Апостолы удивляются, а почему мы не смогли изгнать этого беса? Апостолы даже не смогли. Он отвечает им, что сей род изгоняется только постом и молитвой. Вот те самые орудия, которые нам даны. Пост и молитва. Это то, чем мы очень часто пренебрегаем. Кто сейчас в нашем современном мире желает поститься? Никого. Кто желает молиться? Никого. Для нас пост и молитва – это что-то непосильное, что-то ненормальное, что-то то, что мешает нашей жизни. И поэтому в основном весь наш мир, он сейчас одержимый. Редко можно найти человека, который бы не был подвергнут вот этим бесовским нападкам. Это не выражается в яркой форме, но если мы прислушаемся к своим мыслям, что мы принимаем в свою душу, то мы это поймем. Для нас это станет очевидным. Поэтому это сейчас в наше время не особо заметно, потому что все мы практически являемся одержимым и нечистым духом. Орудия, которые мы, если хотим выйти из-под этой власти, как я уже сказал, это пост и молитва. Те орудия, которые дал нам Господь. Церковь. Наиболее частое причастие святых тайн христовых. Домашняя молитва. Чтение Евангелия, Священного Писания. И, конечно, жизнь по заповедям. Жизнь по тому, как нам говорит Христос, как Он нам это повелевает. Потому что заповеди – это не то, что нам мешает жизнь, а заповеди – это то, что сохраняет нам жизнь. Заповедь – это ограждение на 10 или 20 этаже небоскреба с табличкой «Не прыгай вниз». Если человек говорит себе, что «Ай, ерунда, что там понаписали, кто это написал, что он для меня за авторитет, и прыгает вниз, то с этим человеком случается то, что остается от него на асфальте, соскребают то, что с этим человеком случается. Поэтому заповеди Божии – это ограждение, которое нам сохраняет жизнь. Если мы приступаем через это ограждение, мы лишаемся своей жизни. Поэтому мы должны почаще прибегать к Богу. И второй вопрос. Почему женщине нельзя ходить в церковь во время критических дней? С чем это связано? Расскажите, откуда пошел такой запрет? Этот запрет пошел из еще Ветхого Завета. В Ветхом Завете было сказано, что женщина в нечистоте не должна прикасаться к никаким священным предметам и не должна входить в храм. В Новом Завете этот запрет никак не был отменен. Почему? Женщине нельзя прикасаться к святыне и нельзя входить в храм. Ну, по причине истечения крови. В храме приносится бескровная жертва, и ничто, что источает кровь, человек, не только это касается женщины, но и любого человека, с открытой раной. То есть, если рана источает кровь, допустим, пальцы ты поцарапал, из пальца сочится кровь, человек в храм войти с такой раной не может. Священник не может совершать литургии, если у него есть открытая рана. Вот это самая основная причина, по которой и является этот запрет. Это кровь. Кровь, она пролитие крови, естественная или неестественная, полученная посредством раны, какого-то ранения, она дает нам препятствие прикасаться к святыне и заходить в храм Божий, где приносится бескровная жертва. Именно вот это. Ничего, кроме как такового скверного человека, ничего нет. Но Господь напоминает нам, что та кровь, которая была на кресте пролита, больше крови проливаться за наши грехи не должно. И то, что совершается в храме, принесение бескровной жертвы, приносить ее с кровью ни в коем случае нельзя. С пролитием крови. Поэтому ни священник, ни любой человек, ни женщина, когда у нее являются вот эти дни, когда она находится в нечистоте, в храм войти не могут. Ну, наверное, вот передача наша была сегодня посвящена вопросам. Думаю, очень хорошо будет, если в дальнейшем будут поступать в редакцию вопросы, потому что строить беседу о том, что интересно человеку, и что-то придумать, может быть, что понравится, что не понравится. Это разные вещи. Поэтому ждем ваших вопросов еще. Думаю, что вопросы будут интересны, и постараюсь на них ответить. Спасибо вас, Господи. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова